Температура минус 15, холодный, обжигающий ветер. Не лучшая погода для проведения проверки. Но именно погода стала одной из причин появления на строительной площадке людей в форме. Как правило, в зимнее время года количество нарушений норм противопожарной безопасности вырастает в разы. На территории Московской области есть случаи гибели, а также пожаров на строительных площадках, строительных городках. Но совместными силами Главного управления стараемся предупредить и не допустить таких фактов. Основным объектом проверки является не стройка как таковая, а вспомогательные здания и помещения. В просторечии их именуют вагончиками и теплушками. Но для того, чтобы найти нужный объект, приходится проявить недюжие навыки ориентации на местности. Главное, на что обращают внимание сотрудники контролирующих органов, состояние электропроводки и наличие запрещенных к эксплуатации отопительных приборов. В большинстве случаев выявленные нарушения строители исправляют буквально в ходе проверки. Это и неудивительно. Наказание весьма существенное. При котором, в случае, бунта ЦРН не принимает меры, то мы привлекаем к конвертируемой ответственности. Привлекаем достаточно сурово. У нас есть много статей. Это статья 9-4. Там штраф от 100 до 300 тысяч. Есть статья 24 еще. Там тоже от 150 до 250 тысяч рублей. Впрочем, наказание наказанием. Но не стоит забывать, что речь идет о жизнях людей. Проверяется в том числе и наличие средств пожаротушения. По ходу мероприятия приходится проводить небольшие инструктажи. Это приобретитель порошковый. В принципе, мы можем тушить все колючие места материала на расстоянии под полу-двух метров. По опыту членов комиссии, строек, где совершенно отсутствуют нарушения, не существует. Но благодаря подобным проверкам в нашем районе пожаров на строительных площадках в этом зимнем сезоне не было. Конкретно по этому объекту, да, уже выявлены замечания нарушения правил противопожарного режима. Поэтому, если в течение ближайшего времени будут устранены замечания, которые мы дали, будут составлены, возбуждены административные дела. Скорее всего, и в этот раз все решится мирным путем. Но это не значит, что застройщик может, как говорится, расслабиться. Нежданные гости могут появиться в любой момент. А значит, и следить за противопожарной безопасностью нужно постоянно. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошлева, Видное ТВ.